Что такое святость Бога? Как я это понимаю? Что такое святой? Боже, ты святой. Что это значит? Что это значит? И сейчас мы этот с вами вопрос как раз и разберем. Святость Бога. Святость Бога. Я вам вот эти два места писания уже показал, что серафимы поют, что животные поют перед престолом Божьим. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Господь святой. И святость это природа Бога. Его неотъемлемая черта это сущность Бога. И святость это то, кем является Бог. Все связанное с Богом свято. И друзья, вот именно вот эта святость, она, пожалуй, описывает Бога как раз лучше всего. Многие говорят, что лучше всего описывает Господа слово любовь. Да, Бог есть любовь. Мы знаем, в Иоанна написано в первом послании Иоанна, что Бог есть любовь. Но Бог есть не только любовь. И по сути, вот слово святой, которое только Богу принадлежит, по факту. Его можно переложить потом на человека, тоже мы об этом поговорим. Но святой принадлежит Богу. И вот святой это самое, что ни на есть центральное описание Господа, по сути. Смысл святости. Можно выразить словом один. Единый, полный, законченный, совершенный. Единый, полный, законченный, совершенный. Святость, друзья, она передает концепцию целостности. Целостности. Честности и чистоты. Бог обладает целостностью, потому что Он, Его дела и слова составляют единое целое. Поэтому святой, это вот это и есть Бог. Это весь комплекс, полностью Его целостное описание. То есть целостная концепция Бога. И это не только любовь. Целостная концепция. Все вместе. Бог святой. Целостность. Целостность. Единение. Законченность. И сейчас мы посмотрим с вами на некоторые вещи, которые сюда входят. То есть святость включает в себя ряд вещей. Ряд вещей. Святой это вот цел, цельный, большой, многогранный Господь. Это святой. Бог есть любовь. Первое. И всем достаточно понятно. Слава Господу. Как раз в 1 Иоанна 4 главе апостол Иоанн говорит, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Я верю, что все мы это знаем. И друзья, это должно быть таким невероятным откровением. Вот в чем проблема? Проблема в том, что если люди не познают одну из граней Бога, то они не познают и Бога в принципе во всей полноте. Ну, во всей полноте его и невозможно на самом деле познать. Но вот если человек не познал Бога как любовь, если он не понимает, что Бог реально меня любит. А, ну, на самом деле это настолько доказано в Библии, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас не погиб, но умер в жизнь вечную. То есть за наши грехи пролита кровь Божьего Сына. Это доказывает его любовь очень серьезнейшим образом. Но если человек не пережил в своей жизни Бога как любовь, я сегодня понимаю, что Бог любит меня безусловно, несмотря на все мои грехи, которые я там совершил. Он меня любит. Любит. Потому что он отдал Иисуса Христа за меня, когда я еще вообще о нем не знал. Когда не помышлял, когда грешил напропалую. Бог за меня заплатил, за грешного. Он меня любит. Без этого откровения Бога познать вот просто, ну, страшный Бог будет. Бог будет очень страшный, если не познать его как любовь. И это первая составляющая святости. Бог есть любовь. Следующее, друзья. Бог есть свет. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Опять же, в первом Иоанна написано. И свет и любовь это разные вещи на самом деле. Хотя могут показаться они как бы и то, и то такое вот хорошее. Но любовь, она влечет нас. Всегда любовь это такое некое тепло. Да, и любовь всегда влечет. Всегда хочется быть рядом с человеком, который любит, который к вам прекрасно относится и излучает эту любовь в ваш адрес. Но свет это немножечко другое. От яркого света хочется порой укрыться. Вот я сейчас, например, сижу перед яркой лампой. И я не могу смотреть на этот свет долго, потому что он ослепляющий. И Господь, он является светом. И порой, когда мы приходим в его присутствие, он начинает высвечивать в нас разные вещи. И нам может быть дискомфортно по этому поводу. Бог есть свет. Бог есть свет. Следующее, третье. Бог есть правда и суд. Напомню, что мы сейчас делаем. Мы с вами сказали, что святой это Господь. И это самое лучшее определение, которое может его описать. Святой. Это что-то буквально, знаете, типа я есмь. Вот когда спросил у Бога, да, Господь. Ну как кто-то? Я есмь. Я есмь, кто я есмь. То есть я просто есмь. И вот святой практически это то же самое. То есть я святой. 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 Все вместе. В комплексе. Я есть любовь. Я есть свет. И мы сейчас идем дальше. Кто еще есть Господь? Бог есть правда и суд. Правда и суд. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу Всевышнему. Он твердыня. Совершенный дела его. И все пути его праведны. Бог верен. И нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Говорит книга Второзакония. И, друзья, Бог абсолютно справедлив. Он является Богом правды. Он праведный судья. И мы как раз, когда с вами на школе молитвы говорим о ходатайстве, а мы о нем будем говорить еще много и сильно более глубоко, мы говорим, что все в Божьем Царстве очень юридически выверено. Потому что Бог есть судья праведный. Очень-очень-очень все правильно, по правде должно происходить. И это еще одна из граней Бога, которая включает в себя вот это вот слово святой. Бог есть праведный судья. Не всем это нравится, друзья, но это так. А вот это вот совсем, совсем не нравится многим людям. То есть, от этого вообще хочется убежать многим. Четвертое. Бог есть ярость и гнев. Бог есть ярость и гнев. И у кого-то прямо сейчас вот... Нет, нет. Друзья, в Писание смотрим. Наум 1.2. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Вот заметьте, то же самое, что Иоанн говорит «Бог есть любовь». То есть, здесь такое же слово стоит. Есть. Бог есть. Господь есть ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Еще одно место. Откровение 14 глава. «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Дорогие, и вот что важно понять. Когда мы приходим к Господу, мы с вами приходим к Святому Богу, Который есть в воплощении всего. Любовь. Свет. Праведный судья. Справедливость. Дальше мы еще будем говорить о некоторых вещах. Но также ярости гнев. Вот это просто во многих не вмещается, поэтому я на этом пункте хочу остановиться чуть подробнее. И вот здесь вот в чем сложность всего этого. Просто если познавать в Господа как ярость и гнев и праведного судью, то человек превращается в религиозного, трусливого, какого-то думающего, что Бог наказывает человека. И он не познал остальные грани Бога и происходит кошмар. Но также может произойти другой кошмар. Может быть он менее кошмарный, но так или иначе. Есть и сейчас большое веяние вот этого, особенно в евангельских церквях, в остальных не знаю. Папа добрый. Вот такое утверждение Бога мы называем отцом, а воочи. И действительно это означает папочка по сути. Но люди начинают к Богу относиться настолько понебратски, настолько неуважительно. Вот, ну как-то вот совсем вот, ну это же папа, это же папа. Что там, папа и папа. И это становится другим кошмаром. То есть Бог добрый папа, сто процентов. Когда мы к нему приходим, он добрый отец. Мы с дерзновением приходим перед его престол. Не смущаясь, но при этом, друзья, Бог, ярость и гнев. Не забывайте об этом. Он праведный судья. И нужно иметь глубокое почитание. Глубокое уважение и почитание к Богу. Без этого вы не к тому Богу, друзья, приходите. Глубокое почитание к Богу. Это не ногой дверь открыл и папа, привет, дай-ка мне, тут мне не хватает. Если так происходит в вашей жизни, вы очень быстро увидите горькие плоды на самом деле. Своей веры и в целом своей жизни. Поэтому, пожалуйста, помните, что Бог, конечно, прежде всего, любовь. Конечно, Он добрый и все хорошо с этим. Но также, друзья, это Его неотъемлемая составляющая. Ее нельзя оторвать и выкинуть. Нельзя говорить, что это Ветхий Завет. То есть в Ветхом Завете Бог так себя являл, а теперь Новый Завет. Друзья, что Бог был другим Богом в Ветхом Завете. То есть сейчас Иисус Христос пришел и Бог стал другим Богом. Да, вот поменялся и какой-то новый Бог пришел, потому что как-то все вот по-другому выглядит. Нет, Бог остался абсолютно тем же. И просто в Иисусе Христе излита благодать и милость в Нем. И мы действительно имеем невероятные просто с вами обетования. И мы действительно не боимся Господа в том плане, не трепещем в страхе перед Ним. Но Богопочитание и глубокое почтение к Его Личности, оно необходимо. Богобоязненность необходима. Иначе вас плоть положит на лопатки и будет плясать на вашей жизни. Вы будете грешить напропалую, думая, что с вами все хорошо. Папа добрый, он вас простит. А потом озеро огненное. И даже не хочу вас пугать там адом, но просто плоды жизни будут кошмарные. Даже если вы спасетесь в итоге. Плоды жизни будут кошмарные. Пятое. Бог есть благость и милость. Переключаемся снова на такие черты, о которых хочется слушать. Бог есть благость и милость. Благость более развернута можно понимать как стойкая, неизменная, постоянная любовь и доброта. Бог благой. Он очень добрый. Слава тебе, Господь. Очень добрый Бог. Дерек Принс так вот еще благость очерчивает, интересно, такую грань. Изучая значение этого слова, пишет он, я пришел к выводу, что оно в действительности означает верность Бога по отношению к заключенному завету. Верность Бога по отношению к заключенному завету. Так или иначе, благой это прежде всего слово добрый, русское, лучше всего сюда и подходит. Добро. Добро. Бог добрый. Бог есть благодать. Посему приступаем с дерзновением к престолу благодати. Благодать не может быть заработана, это Божий подарок. Бог добрый. И он подарил нам Иисуса Христа. Подарил нам крест. Подарил нам очень-очень много. Подарил нам все во Христе Иисусе на самом деле. Потому что написано, если сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего. Но, друзья, Иисус Христос это не просто выписанный Богом чек для того, чтобы мы жили и наслаждались земной жизнью с похотями этого мира в духе этого мира. Это абсолютно не так. Это абсолютно не так. Но также Бог есть благодать. Он нам все дает по благодати и мы не можем ничего заслужить. Мы не можем ничего заслужить. Он просто нам это дарит. Бог есть сила. Здесь мне очень нравится вот это местописание. Это первая книга Параллипоменон, 29 глава. Это слова царя Давида. Слава тебе, Господь. Бог есть сила. Он небеса простер своей рукой. То есть невероятная сила. Невероятная сила. И когда мы приходим к Господу, мы приходим в присутствие невероятной силы, друзья. Невероятная сила. И это Господь. Так вот, еще раз. Святость. Что такое святой? Святой это полнота всей Божьей сущности. Святой это полнота всей Божьей сущности. Которая включает в себя любовь, свет, правду и суд, ярость и гнев, благодать и милость, благость, силу и все остальное, друзья. То есть это только вот некоторые моменты перечислены. Да, они основные, да, они главные. Но мы можем еще что-то найти, еще дополнить. Но вот в этом суть. Основная суть, которую я до вас хочу донести. Когда мы идем в Божье присутствие, нам нужно очень хорошо понимать, куда мы идем, в принципе, к кому мы идем. Потому что настоящая близость с Богом, возможно, вот кто имеет практику и говорит, я там постоянно сижу у папы на коленочках, друзья, возможно, вы никогда не переживали близость с Богом, о которой мы говорим сегодня. Есть разные грани близости с Богом. Они разные. И действительно, ну, то есть нам открыт вход на небеса, и я в это абсолютно верю. То есть мы можем ходить на небеса, мы можем это все делать. Ну, сегодня о другом мы немножечко говорим. Все эти вещи прекрасны. И близость прекрасна. И это много-много-много разных граней. Сегодня мы говорим об одной из них. Святость – это природа Бога, его неотъемлемая часть. Бог свят, он является целостной личностью. Его дела и слова – это единое целое. Бог всегда выполняет то, что обещает, потому что он честен самим собой. Бог целостен. Бог не разделяется. Он честен со своим самим собой. Он исполняет свое слово. Он верен своему слову. Верен обещавший. Это вот верен обещавший. Тоже очень-очень классно сюда в святой подходит. Верен обещавший. Святой. Неизменный Бог. Святой. Весь вот этот вот целостный, невероятный Господь. Святой.